Но сначала 12 молодых уренцев из категории детей-сирот принимали поздравления и ключи от новеньких квартир в местной администрации. Процедура официальная, очень быстрая и весьма приятная. А далее недолгий переезд в новый микрорайон, где весьма уютно расположились три свежих дома в каждом по четыре квартиры. Я планирую диван поставить здесь. Я угловой хочу взять. Здесь кресло будет. Здесь, короче, шкаф хочу сделать. Ну, с телевизором. Потом, что еще? Ну, на кухне тоже я уголок хочу. Кресло, мебель, все это хорошо. Телевизор, все здорово. А семья? Ну, пока еще не собираюсь. Будешь работать над этим вопросом? Да, 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 пока еще работаю. Здесь будет стоять телевизор. Так, а вот здесь? Диван. А у окна? Ничего не будет стоять. Хорошо, а вот здесь? Комод. То есть уже все продумано? Да. Я же знаю, что здесь еще есть небольшое приусадебное хозяйство. Немножко будет земли. Будет ли она как-то обустраиваться? Конечно, там будут цветы. Я очень люблю цветы. Так выглядит новая кухня, санузел и комната, где уже хватает тепла. И работает пока еще одна лампочка Ильича. Тем временем доведем до всех, что в Уренском районе чуть ранее этих 12 счастливчиков, именно и еще 8, а за год всего 20 молодых уренских жителей с категории детей-сирот получали жилье. Мы благодарны правительству Нижегородской области за реализацию этого проекта. В этом году в целом по району наши дети-сироты получили 20 благоустроенных квартир. На этом от правительства было затрачено более, выделено Уренскому району более 23 миллионов. Конечно же, ежегодно около 20-24 квартир мы строим и вручаем ключи нашим детям. Детям, которые являются уренцами, которые живут на нашей земле. И пока впечатленные уренцы исследуют новое жилье, порассуждаем о проделанном по этой теме. С начала 2020 года в Нижегородской области 17 муниципалитетами и региональным министерством социальной политики приобретено 716 квартир для детей-сирот, что составляет 119% от запланированного. Нижегородская область находится на правильном пути, безусловно, потому что губернатором Нижегородской области уделяется этому огромное внимание. В этом году выделяются значительные денежные средства. Стоит только сказать, что в этом году 120 с небольшим миллионов – это были федеральные деньги, а вся остальная основная сумма – это были деньги регионального бюджета. Всего чуть менее 900 миллионов потрачено, выложено именно в будущее детей-сирот в части обеспечения их первым в своей жизни жильем. Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2020 году на покупку жилья для детей-сирот выделено около 1 миллиарда рублей, из которых 867 миллионов – региональные средства. Общий объем финансирования по сравнению с прошлым годом вырос на 140 миллионов рублей. Словом, предновогоднее настроение на земле Нижегородской в выходящем году улучшено для 716 молодых нижегородцев даже из категории детей-сирот. С предновогодним северным приветом Узуренского края Владимир Смирнов, Валерий Шакуров. Время новостей.